Привет, друзья! Хочу начать с хорошей новости. Вас на канале уже 5000, это не может не радовать. Спасибо вам большое за поддержку, благодарность от меня. И надеюсь, канал будет расти, развиваться. Спасибо вам большое. Второе, что хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я показываю работы за кадром, работы в процессе. И, кстати, о работах в процессе хочу сегодня поговорить. Спойлер, в этом видео вы не увидите почти ни одной готовой работы, я просто хочу с вами поделиться своими мыслями и рассказать, что я тоже человек, я иногда не успеваю, иногда у меня нет желания, иногда нет вдохновения. И у меня очень много работ начатых, до сих пор не законченных. А есть даже такие, которые, скорее всего, я думаю, что и не закончу, потому что они мне уже не нравятся. Хочу начать с первого проекта, это «Мексиканский топ». Почему мне показалось, что я успею этот проект до 1 ноября, на праздник «Мексиканский Диа де Муэртес». Мне показалось, потому что крой топа был простой. Это традиционный народный мексиканский топ, может быть, вы видели. Он строится по типу «это просто прямоугольник», просто прямоугольник, где есть горловина. Причем горловина тоже прямоугольная. И мне казалось, ой, ну это легко. В принципе, я это быстро сделала. Но не тут-то было. Сама вышивка и сам объем работы, который я просто не рассчитала. Он достаточно большой, несмотря на то, что топ по крою. В принципе, простой. Я распечатала выкройку. Ее можно свободно найти в интернете. Я искала это все на Пинтерест. Но потом я поняла, что, в принципе, я сделала это все зря, потому что все измерения сводятся к одному, что это просто прямоугольник. И все эти линии можно было просто начертить на ткани. Поэтому я распечатанную выкройку измерила и записала себе на свой размер уже измерения. Ладно, с кроем понятно. Но работа застополилась на моменте эскиза, потому что нужно было придумать, что вышивать. Вышивать я хотела какой-то растительный орнамент, чтобы он по цветам и, в принципе, по стилю был похож на мексиканскую народную вышивку. Я смотрела на Пинтересте, но единственное, что я там смогла найти, это просто сочетание цветов. То есть это были ярко-желтые, оранжевые, розовые, фиолетовые, прям зеленые. Вот хотелось что-то сделать в таком стиле. Но именно на моменте создания эскиза, естественно, у меня эта работа, этот проект, он просто отложился на некоторое время. И тут я уже поняла, что, скорее всего, к началу ноября я не успею этот проект завершить. И тут мне на помощь пришла книга-вышивка Юмика Хигучи. Это книги издательства Бомбора. У них есть несколько разных серий. Это ботаническая коллекция, анималистическая коллекция, 3D-коллекция, объемная вышивка и много других. В общем, эта книга — это кладезь вдохновения. И мне, как человеку, которому важно визуально наблюдать красоту, мне очень понравилась, как оформлена книга. И, кстати, вот этот эскиз, именно этот узор я буду повторять и попробую его вышить. Мне нравится, что в этой книге собраны такие проекты, которые разработаны таким образом, чтобы подчеркнуть фактуру разных нитей. Хлопок, шерсти, металлизированные нити. Здесь есть описание основных стишков, есть схемы, эскизы. И эта книга будет полезна как и продолжающим, так и начинающим. Мне очень понравился стиль узора, в которой представлены в книге. Так что именно здесь я нашла свой эскиз. И давайте продолжим вышивать. А ссылки на книги я оставлю в описании. Я взяла именно такой эскиз из книги. Я его распечатала на формате А4. Естественно, он получился немного больше. Но я думаю, в принципе, я этого и хотела. И здесь нам в книге предлагают использовать более сдержанные цвета. Но так как это будет мексиканский топ, я сделаю все очень яркое. И вот все, знаете, в розовое, желтое и оранжевое. Мне правда очень помогла эта книга. Я взяла этот эскиз за основу. Но, естественно, я буду делать немножко со своим таким стилем. Для перевода рисунка на ткань буду использовать белую копировальную бумагу. Сначала я перевожу эскиз на следу. Это такая пленка. Ее можно купить в любом маркете, интернет-маркете или в магазине цветов. Это, да, именно та самая пленка, в которую заворачивают цветы. Можно было, конечно, обводить сверху уже просто бумаги через копировальную, сразу на ткань. Но я привыкла делать так. То есть переносить сначала на пленку. И эскиз на пленке вы можете использовать много-много раз. В то время как бумага может помяться, порваться, ну, или потеряться, например. Так что получается, по времени я делаю это немного больше. Но просто это вопрос привычки. Обвожу маркер. Маркер тоненький, у меня шарпи, потому что этот маркер, он не размазывается на этой пленке. Он уже проверенный, поэтому у меня небольшой набор зеленый, черный, синий и красный. Тоненький, тоненький наконечник. Купила на озоне, если кому-то вдруг будет интересно. Теперь я располагаю кист прямо по центру, чуть ниже горловины, буквально на пару сантиметров. У меня вышивка будет прямо по центру топа. Я располагаю, закрепляю малярным скотчем и сейчас буду переводить. Если вы подписаны на канал, то, в принципе, этот алгоритм действия вы можете наблюдать уже из видео в видео про вышивку, потому что этот алгоритм действия не меняется. То есть эскиз на пленку, копировальная бумага, малярный скотч, переводим с помощью распарывателя. Ну, такой вот есть алгоритм. Такой простой перевод рисунка на ткань можно делать только на натуральных тканях, если это лен или хлопок. Если вышивать уже по бархату, по ворсистой ткани, то там, естественно, перевод рисунка займет больше времени, потому что это нужно будет делать стежками. Продавливать можно рисунок и с помощью шариковой ручки, но я делаю это с помощью распарывателя. А сейчас, друзья, тот самый момент, который вообще не должен был оказаться здесь на видео, но я решила оставить этот кусочек и показать вам, что со мной иногда случаются не те вещи, которые я ожидаю. Та-дам! Здесь я открываю рисунок и понимаю, что на ткани просто ничего нет. Просто ничего нет. И мои действия... Ну, я сейчас нахожусь в шоке. Я сижу и не знаю почему, потом я смотрю еще раз, чтобы убедиться. И рисунка нет. Я понимаю, что копировальную бумагу я положила не той стороной. Боже! И это просто, понимаете, полчаса или сорок минут еще дополнительного времени, чтобы заново перевести эскиз. На этом моменте мне хотелось просто это бросить до следующего дня и не заниматься этим кое-какое время, просто отдохнуть. Но я взяла себе в руки и переделала эскиз. Я 10 раз перепроверила, чтобы положить бумагу правильной стороной. Потому что теперь я это, наверное, буду делать всегда. То есть, если бы я эту ошибку не сделала, я бы, наверное, не обращала внимания. А теперь я просто буду очень пристально к этому относиться и постоянно проверять. Я бы могла удалить этот кусочек видео на монтаже, но просто мне хочется вам сказать, что я тоже делаю ошибки. Я иногда выкраивала, когда только училась шить, я выкроила две левых штанины, я испортила ткань. Или бывает, что я как-то выточки вырезала. То есть, ну, какие-то такие, вроде бы, кажется, глупые, да, мелочи. То есть, какие-то глупые такие действия. Но, тем не менее, они имеют место быть, и мы все их совершаем. Со второго раза я, наконец-то, перевела эскиз. Видно всё очень хорошо, чётко. И сейчас будем подбирать цвета. В книге использованы более приглушённые пастельные цвета. Я же буду использовать яркие, насыщенные. Для начала я просто сфотографировала сам топ, добавила фотографию в Procreate, и на планшете буду просто сверху рисовать теми цветами, которыми я хочу вышивать, чтобы наглядно посмотреть, как будет выглядеть вышивка уже, ну, в цветном варианте. На моменте раскрашивания эскиза я выбрала очень яркие цвета. Это жёлтый, обязательно синий, розовый, оранжевый, потому что у меня есть там бархатцы, и я хочу, чтобы они не только были жёлтого цвета, но и оранжевые. И просто поверх фотографии своей я рисую разными цветами, даже выходя за границы, просто быстро, коряво, ну, чтобы наглядно посмотреть. Поначалу я думала использовать один оттенок зелёного, но потом я взяла чуть потемнее, чуть посветлее, чтобы разнообразить композицию. У меня не будет здесь никаких теней, переходов, это будут просто плоские цвета. Размер эскиза почти вошёл в мои самые большие круглые пяльца в коллекции. Ну, почти. Немножко не хватило снизу, не хотелось бы, конечно, передавливать вышивку уже в процессе, но придётся это сделать. Теперь можно подобрать мулине в цвет моего эскиза. Я буду вышивать хлопковые мулине. Мне хочется, чтобы именно в этой вышивке был такой глянец и блеск хлопковой нити, поэтому тут я даже не буду использовать шерстяные, хотя в изначальном эскизе, в книге, там используются и гладкие нити с блеском, то есть хлопковые, и шерстяные. Но здесь мне хочется, чтобы вся композиция, она блестела и сияла. Всё буду вышивать хлопковыми мулине. Я начала вышивать бархатцы первым делом, это французским узелком, и на этом, пожалуй, мы пока закончим историю с мексиканским топом, потому что он у меня сейчас лежит, я пока не вышиваю, потому что было не до этого, но я обязательно вам покажу итоговый результат. просто это не быстрая работа, объём большой, а мне хочется уже с вами, знаете, делиться всем процессом. Ещё один проект в процессе. Я начала в 2021 году. Я начала в 2021 году. Именно этой вышивке я купила набор мулине, и вообще первый раз начала вышивать мулине. Я купила набор, потому что мне показалось это простым решением, купить сразу готовую палитру, чтобы иметь в арсенале все цвета. Я намотала их такие пластиковые картонные бобины, и для вышивки папайи я выбрала оранжевые цвета, не могла найти подходящие в этой большой палитре, поэтому для основного заполнения, то есть для основной заливки я выбрала два цвета, которые буду между собой мешать. Такой эффект, знаете, как будто вот мазки краски, и ты мешаешь между собой. Чуть посветлее оранжевый, чуть потемнее. В чём вообще сложность этой вышивки, которую я до сих пор не закончила? Заметьте, в 2021 году я начала. Значит, это сумка из хлопка, хлопок-двунитка, такой плотный. И я захотела сделать такую эко-сумку или шоппер. И на всю прям площадь этой сумки я нарисовала эскиз. Вот прям карандашом на этой ткани эскиз папайя. Тропический фрукт. И сложность заключалась в том, что я хотела попробовать вышивать нитками. И для своего первого эскиза я взяла просто нереально большой объём работы. Просто посмотрите на эту папайю. Она же огромная. Вообще новичкам не рекомендуют брать большие объёмы работы для начала, чтобы попробовать, научиться, какую-то практику наработать. Рекомендуется какие-то маленькие, небольшие изделия делать. Но ешь нет, мы не ищем лёгких путей, и нужно обязательно вот такую вот сумку с большой папайей забацать. Бацать. Причём на тот момент особо не имея понятия, да, как делать стишки, там, как вышивать. Ну, то есть где-то что-то я слышала, да, французский узелок, и просто там гладь. Ну, по ходу дела разберёмся, подумала я. И начала такой большой объём работы. Ещё раз покажу, какие пяльцы я использую. Вот эта фирма, это пяльцы номер 8, по-моему, это самые большие в линейке. Вот как выглядит заливка двумя цветами. Просто чередую нитки, стишки, и они вот на ткани переплетаются, как будто бы друг с другом, как мазки краски на холсте. И вот этот большой объём работы, он, конечно, сыграл роль. Почему я так долго это всё делаю? Потому что слишком много работы, понимаете? Вы делаете вот 5 сантиметров вот этой заливки, и просто надоедает, потому что работа одна и та же, однотонная. Туда-сюда, туда-сюда, нитку поменял и опять. То есть нет никакого развития, понимаете? То есть хочется уже попришивать бисер, попришивать бусины, взять какой-то другой цвет, а ты не можешь, потому что у тебя вот такая большая заливка и вот такой вот объект. Поэтому, друзья, я решила вам показать этот проект именно в процессе, а не уже конечный результат, потому что надеюсь, что когда я уже вам расскажу и покажу, у меня просто не будет выбора не доделать это, понимаете? То есть мне уже вот как будто бы сам себе слово дал, и ты уже людям показал, и всё, у тебя нет обратного пути, и тебе нельзя это бросать. То есть может быть я за счёт этого я и доделаю быстрее, и не будет эта работа ещё лежать 2 года и ждать своего завершения. И ещё один момент. На работу такого большого объёма уходит очень много ниток. Естественно, из того набора всего лишь 2 катушечки, 2 пасмы вот этих оранжевых цветов мне не хватило. То есть хорошо, что я сохранила номерочки их, и я просто пошла в швейный магазин и взяла, наверное, по 6 пасм каждого вот этого оранжевого цвета. И я ещё не знаю, это вообще мне хватит или нет, доделать вот это. И вы можете сказать, Таня, ну вышивка — это такой медитативный процесс, сидишь себе и вышиваешь. Да, я не спорю, это действительно успокаивает. Но когда у тебя большой объём, и ты сделаешь одну и ту же задачу, и не меняешь вообще цвет нити, вот одно и то же, одно и то же, то это становится немножко нудноватым. В этом и есть моя проблема. Это вот большой объём, который я всё делаю, заливку делаю, делаю, и никак не закончу. Поэтому как я себя ещё заставляла работать, это я просто раскладывала вышивку на столе, начала выбирать нитки других цветов, которым я буду уже вышивать серединку, например, раскладывала бусинки, имитируя семечки. То есть уже как бы подбирала материал для дальнейших задач. И это меня как-то уже, знаете, вносило немножко динамики в работу. Вот, например, как здесь, я пыталась визуализировать, как уже будет выглядеть готовая вышивка. Это пластиковые бусины, которые я в итоге потом поменяю на стеклянные. Надеюсь, я всё-таки доведу эту работу до конца. Что я хочу вообще этим видео сказать? Я хочу сказать, что, наверное, у всех творческих людей есть работы, которые мне нравятся, есть то, что очень долго лежит в процессе, есть очень много недоделок, и это нормально, понимаете? Это нормально. Но я вот всё думаю, что когда вот будет тот момент, когда я закончу всё, что начала, но такой момент не наступает, потому что к этим работам добавляются ещё новые, новые, новые. И мне кажется, это просто какой-то бесконечный круговорот недоделанных, недоделанных проектов. Вот, а сколько ещё проектов, которые, наверное, мир вообще не увидит. Я просто об этом промолчу. Спасибо вам большое за присмотр, за вашу поддержку. И увидимся в следующих роликах. Пока.